Строители, инженеры и прорабы с трудом вспоминают день, когда в последний раз получали зарплату от бывшего шефа. Более четырёх лет 47 мужчин ищут способы взыскать секс-работодателя кровно заработанные. Говорят, обращались во всей станции. Результата никакого. «Я был бригадиром, и поэтому насчёт денег все рабочие ко мне звонят. А сказать им нечего, потому что денег нет. Я даже телефон боюсь брать. У самого три кредита. Весь в долгах. Не знаю, как буду выплачивать». Долг у бывшего работодателя перед бывшими сотрудниками строительной фирмы составляет порядка 15 миллионов тенге. Это подтверждает и аудиторская проверка. «У него там по акту написано, в одном месте, никак без документов, 86 миллионов, 81 миллионов, 42 миллиона, и 3 миллиона, 400, по-моему, и миллион 600. Вот такие деньги есть, без документов. Я его попросил. Я говорю, ты дай мне документы. Он говорит, найду». Пороги этого здания мужчина обивает более года. Здесь расположен офис частных судебных исполнителей. Летом 2016-го отчаявшиеся рабочие обратились в судебные органы. Суд вынес решение в пользу потерпевшей стороны. Да и сам руководитель компании перед судом пообещал заплатить по счетам. Однако до сих пор частный судебный исполнитель не может взыскать с ответчика положенную сумму. Сегодня у Рымбая Симбиева на месте не оказалось. Говорят, уехал на судебный процесс. Когда вернётся, неизвестно. «Деньги нет, у нас нет денег. У нас имущества нет, денег нет, возможности нет оплатить. А судебный исполнитель?» Судебный исполнитель тоже так говорит. Он не может оплатить, я не могу ничего делать. Судоисполнитель на встречу с журналистами прийти отказался. В телефонном разговоре пояснил, что всё имущество ответчика чудесным образом исчезло. Якобы взыскать с него теперь нечего. Бывшие работники строительной компании намерены добиваться возбуждения уголовного дела. Николай Путилин, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания «Отрар».